Новое дыхание под таким названием в городе состоялся первый конкурс-фестиваль юных музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах. Творческое состязание прошло в Доме музыки при поддержке Управления культуры города и объединило около 50 юных музыкантов. Чем запомнился конкурс, расскажем далее. Серафиму Бушланову 7 лет. Мальчик занимается в камертоне. Для юного музыканта это второй конкурс. Признается, перед выходом на сцену волнуется, но точно знает, что необходимо для успешного выступления. Надо староваться, надо учить. Семилетний Лев тоже играет на блокфлейте. Он занимается в Доме музыки и с удовольствием изучает нотную грамоту. Потому что это оно интересно. Оба юных музыканта приняли участие в городском конкурсе-фестивале «Новое дыхание». Творческое состязание провели в двух номинациях – солисты и ансамбле. На сцену вышли около 50 юных музыкантов из разных детских школ искусств города. У нас давно была такая идея, чтобы встретить все музыкальные школы города в одном месте, чтобы каждый услышал другого, так скажем, исполнителя, чтобы ребята посмотрели уровень других школ. Конкурс организовали среди исполнителей на духовых и ударных инструментах. И если первая группа способствует развитию дыхания, то вторая… Развивает координацию, развивает чувство ритма, ну и чувство музыкальности. Во время конкурса юные музыканты исполняли различные произведения на флейте, кларнете, саксофоне, гобое, альте, волторни, ксилофоне, барабане. Выступление оценивал компетентное жюри. В его составе профессор Матогорской государственной консерватории Иван Капитонов. Конкурс – это большая радость для духовиков всей России, не только Челябинская область, не только города Магнитогорска. Мне на протяжении моей жизни пришлось просидеть в качестве члена жюри и председателя жюри 50 лет. Выпускники наших музыкальных школ, колледжей, консерваторий во всей России и за границей работают. По итогам конкурса победителям присвоили звание и вручили дипломы лауреатов разных степеней. Ольга Аникина, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН».